Приветствую вас дорогие друзья, меня зовут Криптофронтмен и сегодня мы поговорим про ситуацию, которая происходит на биткоине. Обязательно досмотрите видео до конца, так как оно максимально интересно и вы узнаете масса полезного и очень-очень нужной информации. Как видим, дорогие друзья, наш паттерн отрабатывает пока себя полностью. Будем надеяться, что так будет и дальше. Мы нашли поддержку в данной области, на данной локальной трендовой линии. Надо надеяться и будем надеяться, конечно же, что отсюда мы все-таки направимся вверх на ретест данной зоны сопротивления, для того, чтобы успешно пробить и направиться вверх. Не забываем, что наш хай будет как раз таки в зоне предыдущего максимума по биткоину. Теперь давайте поговорим про Вайкхофа, моего любимого. Обратите пожалуйста внимание, на данной схеме вы видите ситуацию, которая должна происходить. И на самом деле она происходит сейчас на биткоине. Обратите внимание, в данном месте мы с вами нашли данную пружину. Пожалуйста. Точно так же пружина была найдена в данном месте. После чего произошел выстрел. Бау. Здесь мы с вами нашли новую пружину, которая направила нас уже вниз. Соответственно, пружина была найдена у нас на биткоине. Пожалуйста. Выстрел. Полетели вниз. Итак. Если более конкретно рассмотреть данную схематику, то показываю. Пожалуйста. Кто смотрит меня с ноября, уже видел данную схематику уже несколько раз. Кто смотрит с декабря, тоже помнил об этом. Соответственно, это был один из сценариев развития, который мы всегда держали в голове. И говорили, что возможен и этот сценарий. Поэтому, дорогие друзья. Если мы посмотрим очень внимательно, то обнаружим ситуацию, в которой мы сейчас оказываемся. Соответственно, друзья. У нас сейчас фаза A. Поэтому данный сценарий реализовывается максимально четко. На 4-часовом таймфрейме мы с вами видим данный канал. Соответственно, здесь у нас образовался нисходящий треугольник, который по логике должен был быть пробит вверх. Но этого не случилось. А еще ранее, насколько помните, когда мы подходили к данной линии сопротивления, мы говорили, что возможно реализуется данный сценарий по схеме номер 4. Но снова не сбылось. Отсюда мы с вами имеем данную точку поддержки. И соответственно, мы сейчас находимся в данной точке поддержки. Хорошо. Если данную шпильку мы можем с вами назвать зоной поддержки полноценной, соответственно, тогда у нас схема 4 трансформируется в данный паттерн с зоной фазы A. В которой мы сейчас и находимся. Соответственно, зона, до которой дойдет, это у нас зоночка, где была у нас шпилька. Соответственно, вот она. То есть, таким образом, мы с вами находимся ровненько на данной линии поддержки и в зоне A, фазе A. Однако, мы знаем, что в данной схематике здесь шпилька должна была отторговываться вверх, вернуться вниз и в импульсном движении пойти вверх, что не произошло. Тогда нам подойдет схема номер 2. Соответственно, в данном формате реализация происходит полная. Соответственно, мы находимся все равно в фазе A и мы находимся в этой точке, как сегодня. Соответственно, данная схема реализовала себя полностью. Но, а сейчас, дорогие друзья, я хотел бы предложить вам такую прогрессивную, быстро развивающуюся биржу, как BuyBit. Если вы зарегистрируетесь от меня по данной ссылке, вы получите бонусы и возможность участвовать от меня в различных финансовых акциях. Спасибо огромное. Сделайте это. Спасибо. Вишенькой на торте сегодняшнего видео будет паттерн со шпилькой. Согласно данному паттерну, когда происходит импульсное падение вниз, шпилька касается данной точки, после чего отскакивает, совершает расторговку, после чего всегда возвращается в зону, где касалась шпилька. Соответственно, мы находимся сейчас с вами, дорогие друзья, именно в данной точке. Отсюда вопрос, образуем ли мы данную дугу мелкого калибра для того, чтобы направиться вверх, как это уже было. Здесь падение шпилька, раз отскок, два маленьких отскок вверх. Далее падение вниз, шпилька, отскок вниз, маленькая дуга, импульсное движение вверх. Дальше падение вниз, отскок, маленькая дуга, снова поход вверх. Соответственно, если мы с вами нанесем зону фива, мы увидим, что дуга возвращается в район 05-0618. Соответственно, зная данную информацию, наносим данную зону фива сюда и получаем, что отскок должен будет быть в район 0618-05. Соответственно, примерно 47500 долларов за биткоин плюс-минус. После того, если вдруг это все-таки решится, совершится и паттерн со шпилькой себя отработает, хотя не припомню случай, когда он себя не отрабатывал, но всякое может быть это торговля. Соответственно, мы с вами полетим вниз. Потому что данную схематику, номер 3, мы не забыли. И падать нам еще есть куда. Потому что держим в голове недельный таймфрейм и, соответственно, двойную вершину, которая является разворотной фигурой. Согласно данной схематике, мы видим, что мы можем дальше идти вниз, а неделька это не шуточки. И поэтому пока знак вопроса, держим это в голове, но отскок должен быть до 05-0618 в идеале. После чего снова дуга и мы вернемся в данную зону. После чего по практике мы должны направиться вверх. Будет это или нет, не знаю. Но опять же по MACD даже на неделе, в принципе, просматривается данное движение. Но если мы посмотрим с вами сейчас очень внимательно, мы увидим, что даже сегодня пока еще данная свеча не дошла до дна канала, до зоны поддержки, до шпильки. Если посмотреть в историю, мы всегда возвращались даже с пробитием и возвратом. Так было всегда. Мы всегда приходили в зону шпильки. Поэтому, дорогие друзья, посмотрим, как будет складываться торговля в ближайшие дни. Однако уже есть информация, где заходить, когда выходить, как заработать. Поэтому будем смотреть. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, вступайте в мои социальные сети. Телеграм, ТикТок, Твиттер. И, конечно же, торгуйте от меня на бирже Bybit, чтобы получать бонусы. Так как все, что я делаю безвозмездно, это тот минимум, который вы можете меня отблагодарить и подбодрить, чтобы я и дальше делал видео, которые помогают вам зарабатывать и не проигрывать. На сегодня все. До свидания.